Все, что касается техник на дистанции друг с другом, помню этот Бронникова, здесь нет передачи какой-то негативной информации, здесь есть погружение в себя при работе с энергией, развитии именно тактильной чувствительности, здесь развивается очень сильный один канал восприятия тактильные. И все упражнения направлены на то, чтобы человек как можно больше затормозил, успокоился внутри, затормозил именно его мозг, он пришел в состояние равновесия и покоя, при этом полная концентрация идет на тело, на чувства, и видите, какое дело, точка внимания в данном случае будет распределяться по всему телу, то есть это будет не одна точка, а их много. Что это дает? Это дает резкий провал в трансовое состояние, режим торможения, измененное состояние сознания. Бронников очень мало говорит, и раньше вообще говорил, терминов про измененное состояние сознания, про вот эти глубинные погружения в себя. Почему? Потому что это отпугивало людей, а так как не зашел на широкую аудиторию, то внешне он выглядел, стояли люди, махали руками, делая какие-то энергетические пассы. И если при этом человеку пообещать, что он станет лестновидящим, то это интриговало, это приводило к какой-то эйфории. И когда человек видел это со стороны, он верил, что вот эти вот магические пассы, тем более Кастанеда был еще популярен и так далее, они давали свою рекламу, люди собирались. И обратная связь после этого была. Очень много людей было недовольных, они были обмануты тем, что они пришли, чтобы стать ясновидящим. У них было ожидание, что у них откроется третий глаз на пол, и они начнут видеть этим третьим глазом. Я не серьезно говорю, это вот, мы же с методом Курлихова с 2008 года работаем, да, а до этого он прошагал, запатентован был, он был в 98-99 годах. И ни один из тех, сколько развенчателей, вы можете посмотреть, открыть YouTube, сколько людей развенчивать эту методику, ни один из развенчателей реально никогда не читал патенты. Я даже удивлялась, потому что мне приходилось общаться в Москве с достаточно, ну, одним из, ну, скажем так, из таких ярких развенчателей. Я не буду сейчас компрометировать его ими, потому что он уже ныне покойный, в прошлом году, да. Я даже его с гипнотехниками, наверное, в Минск, хотела пригласить, чтобы он приехал, потому что к гипнотизиону он хорош реально был. Вот, и мы сидели, разговаривали, и он начал при мне же развенчивать метод Бронникова, вот какой он такой, 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 что третий глаз не вырастет на лбу. Вот, я говорю, хорошо, ты умный, ты гипнозом занимаешься, я-то понимаю, что техники Бронникова лежат в зоне гипноза самогипноза. Вот, говорю, ну, ты же такой профессиональный гипнотизер, как ты тренируешься? И он показывает, как он тренируется, как он входит в состояние, и какие упражнения он делал для того, чтобы это достичь. Я говорю, так, слушай, ты же по методу Бронникова тренировался. Был у человека реальное изумление, потому что он даже не читал то, что он развенчивал. А развенчивать было выгодно, потому что на этом делали семена. Потому что Бронников был единственный, кто реально запатентовал метод. У него в психологии есть еще патент у Норбекова. Ну, наверное, все. Может, еще кто-то выскочил. Ну, из российских. Так, в психологии патентов нет, есть заявки на патенты. Вот, и прилепиться к известному имени, развенчать и таким образом сделать, оттолкнуться от него, сделать что-то свое было выгодно. Вот. Ну, все остается всегда на совести людей. Мы с вами будем из методики брать сами упражнения. Все, что касается теоретической базы, то, что в 98-м году каким-то образом пытался рассказать и придать вот эту эзотерическую составляющую методу Бронников, на сегодняшний день морально устарел. Понимаете, психология за 20 лет ушла, ушла далеко-далеко вперед. Поэтому мы не будем использовать ту терминологию, которая была тогда, и которая даже в 2008-м году использовалась при преподавании. Мы будем говорить о том, что мы делаем, в современных позиций, чтобы вы понимали вообще, к чему что идет. Сами упражнения, они не могут устареть, потому что это физкультура, это наше тело. Здесь мы по-другому ничего не придумаем. Велосипед мы не изобретем. Третий глаз волны у вас не вырастет. Но чего вы можете ожидать от первого курса? Вот это важно, чтобы ваши ожидания совпадали с той реальностью, которую вы потом получите на выходе. Что важно? У вас действительно начнет развиваться чувствительность. Причем эта чувствительность в первую очередь тактильная. Причем тактильная это не только пальцы. Мы опять-таки тактильную, по привычке, связываем обычно с руками. Но понимаете, мы будем работать, у нас будет задействована поверхность кожи рук, ног, позвоночник, перед, зад, да, голова, волосы, лобная часть, глаза. У нас упражнения, которые будут задействованы все. Мы будем работать со всем телом. И, соответственно, получается, Бродников говорит, что мы увеличиваем биополе человека, мы его накачиваем, оно расширяется, там из 6 метров стандартных становится 13, 14, 15. Замерить реально мы его можем с помощью рамки. Но вы понимаете, рамка – это прибор, который отражает нас. Это не объективный прибор. Поэтому утверждать с научной точки зрения это я опять-таки не имею права. Я могу вам лишь сказать, что, когда к вам сзади подходит человек, в какой-то момент вы начнете понимать, что на большом расстоянии вы чувствуете этого человека. Сейчас вы тоже его чувствуете. Просто расстояние увеличится. В какой-то момент вы научитесь снимать с него информацию. То есть подходит человек, и у вас возникает мысль, что он с такими-то мыслями, с таким-то намерением подходит. Он может это предложить, это может произойти. То есть мозг начинает улавливать какую-то дополнительную информацию. И если сегодня ваш мозг может что-то улавливать, и вы отмахиваетесь от этого и говорите ерунда, то вы просто будете учиться это слушать. Потому что мозг никогда не дошифрует ерунды. Особенно, когда вы привыкаете жить в приторможенном состоянии. Если в бета-ритме мозга, в активном состоянии, мозг может выдавать разную фигню, то наша задача будет, что мы будем учиться расконцентрироваться и погружаться в себя. В какой-то момент ритм мозга с бета-ритмом будет снижаться до альфа, от кого-то до тета. И потом, в этом состоянии, это состояние самогипноза, если брать по правильному, по научному названию, в этих состояниях человека обычно впадает в ступор в альфорийный. Максимум, что он может, он может чувствовать только. И метод Бронникова и предполагает, что мы будем только чувствовать. Методу Бронникова, на самом деле, достаточно альфорийного, потому что видение и картинки все у человека идут на закрытых бонжах в альфорийный. Это мы уже сами с Академии наук, когда это исследование проводили, где-то от 11 верст начинается частота, когда у человека активно идут образы. Поэтому картинки, концентрироваться на картинках, вы будете учиться. В это время мыслей не будет, но вам следующий этап тренировок, вот второй этап, вместо Добронникова, первый этап – это дойти до того, чтобы просто у вас появились эти картинки. Второй этап – это научиться управлять, чтобы они приходили и уходили по запросу. И третий этап – чтобы эти картинки, которые приходили на ваш запрос, они были объективны. Что такое объективны? Чтобы информация, которую они приносили, соответственно, была реальной жизненной информацией, чтобы это было не ваше глюки, не ваша чушь. Второй и третий этапы в методе Бронникова, они достаточно трудоемкие, они тоже состоят из упражнений, но упражнения коренным образом отличаются от первого этапа тренировок. Поэтому второй и третий этап, он был, ну скажем так, прорывом 20 лет назад, но сегодня я бы его заменила на другие техники. То есть есть тот же самый татахилинг, который вот этот этап просто уменьшает в разы по времени. Вместо двух-трех лет тренировок вам достаточно недели. И вы будете иметь информацию. То есть тот же самый дьюинг, когда просто, опять-таки, недельные тренировки, и вы имеете уже достоверную информацию, может быть, не столь объективную, но в всяком случае вам же, опять-таки, если вы имеете нормальное зрение, зачем видеть деревья на закрытых глазах, да? Они вам не нужны там или столы, или еще что-то. Вам надо что-то по бизнесу, что-то по семье, что-то по жизни, да? Что-то по здоровью, что-то, но уже под конкретную задачу. И под конкретную задачу есть другие методики, которые я бы сегодня рекомендовала заниматься другим. Но если человеку хочется, можно и поборникову заниматься. Реально поборникову полезно заниматься людям с плохим зрением или слепым. Вот этот метод остается уникальным для людей слабовидящих или невидящих. При этом он не восстановит зрение. Зрение будет улучшаться на первом этапе. За счет чего будет улучшаться зрение на первом этапе тренировок? За счет того, что в любом трансовом состоянии все мышцы, вы помните, в теле расслабляются. Мышцы глаза – это тоже мышцы. И они расслабляются. И в трансовом состоянии после выхода из транса всегда любой человек может сказать «Я вижу лучше». На этом основаны очень многие фокусы, которые показывают гипнотизеры, обещая восстановить зрение человеку за раз на сцене. Если вы видели, таких видео много сегодня на Ютубе есть. И даже люди, которых я приглашала, эти не фишками не грешили. Просто человек, который выходит из режима, когда мышцы были глубоко расслаблены, зрение когда включается, первые 5 минут у него идет обострение зрения. На этом эффекте он добавляет 2-3 строки к тому, что он увидел. Но это не значит, что он уйдет, и через 5 минут его зрение не откатит назад. А оно 100% откатит, если не изменена внутри психосоматическая проблема. Понимаете, там стоит программа бессознательная, которая говорит «Я создала тебе плохое зрение для того, чтобы ты решил такой-то вопрос и вынес такое-то осознание. И тебе это наилучшее и наивысшим образом все пройдет для твоего развития, если ты это сделаешь». А человек начинает бороться с хвостом. Не надо с ним бороться, надо найти, что ему надо решить, заменить эти программы, вынести осознание, переписать, отменить. Куча вариантов, потому что программы все разные у нас в голове, у нас мозг по принципу компьютера наполняется. И после этого проблема по здоровью решается. Поэтому опять-таки транс полезен тем, что в трансе все эти перепрограммирования делаются. И просто погружение в транс не решает проблему. Мы будем учиться в трансовых состояниях, вот в этих альфа-состояниях еще и работать. Программа ума вот в этих состояниях обычно отключается у обычного среднестатистического человека. Но если человек начинает тренироваться, то программа ума работает даже в тета-состояниях. Сейчас уже говорят, что в дельтах. Не знаю, как в дельтах, потому что это глубокие уже погружения. Но когда программа ума там работает, она работает обычно по каким-то заданным заучимым алгоритмам, потому что сама она по себе там комплексно, так как в этом режиме она работать не может. Но задачу решает все равно и дошифрует нужный энергоинформационный поток программы ума. Все секты, основанные на том, говорящие о том, что если вы будете медитировать, программа ума выключится, и вы резко встанете иметь доступ к энергоинформационному пространству, познаете Бога, это обман. Потому что вы очень часто, впадая в трансовое состояние, можете длительными периодами находиться без программы ума. Вы ведете автомобиль. Все водители знают. Состояние ступора и созерцания, особенно природа хорошая, утренние часы, рассвет. Вау! Вы хоть одно изобретение в это время придумали? Ну, уже там же программа ума не работает. Понимаете? Вы Бога увидели? Не, его можно, конечно, увидеть, если никуда не видеть. Но по факту, понимаете, в нашей психике нет ни одного лишнего элемента. Не надо ничему мешать развиваться. Программа ума развивается, как и программа эго вместе с нами. Всегда говорил об этом, говорю и говорить буду. Потому что большинство сект основывало на том, что человека притупляют. Когда у человека программа ума притупляется, дальше идет получение удовольствия, социальное общение. Если захотите, мы рассмотрим психотехники и на эту тему, как это все делается, как человек привязывается к социуму, социально, то есть делается социально зависимое животное. Тогда человек попадает в секту, тогда его можно программировать, переписывать и так далее, менять его психику, и тогда вернуть его к нормальной жизни. Надо лет 10 занятий с психиатром, уже даже не с кихотерапевтом. Поэтому на все есть техники. Мы сейчас берем только те техники, которые касаются нашего здоровья, нашей энергетики, нашей работы с нашей программой ума. С эго мы будем работать мало, мы будем выполнять наши задачи по развитию чувствительности именно по первому курсу метода броника. Сегодня мы... не изглажный, хотя бы не изглажный, когда мы сын помидел. Мы сейчас берем его к... Но это... не изглажный. Продолжение следует...